Привет, ребята! Раздобыл вот такую пачку монет по 1 гривне, заказал вообще от банки. И сейчас буду с товарищем перебирать эту пачку, и у него есть такая пачечка своя, тоже 500 гривен по 1 гривне. Что мы будем искать? Будем искать монеты, понятно, редких годов, 95-96, может быть, 92-й, но это очень маловероятно. И собирать, наполнять вот такой вот альбомчик, папочку, искать хорошие штемпельные монеты, чтобы можно было их положить вот в такой вот замечательный альбом. И покажу также, как отличаются штемпельные монеты от нештемпельных. Ну что ж, поехали! Так, ты давно занимаешься нумизматикой, Андрей? Нет, уже недавно, буквально пару месяцев начал заниматься украинской регуляркой. Супер! Что я вижу? В пакетике сразу можно посмотреть, какой банк, ащетбанк, дата, гривна, 1000 гривен. Все, видите, четко написано. Такие вот бумажечки, такие вот тряпочки делают к таким мешкам или к бумажным мешкам. В целом они обычно запаяны. Я видел в одном из моих роликов, видели, ребята, они бывают по 200 гривен. Таким, в принципе, расфасовать можно как угодно, главное, чтобы было компактное. И они могут и по 100 гривен, и по 200 гривен запаивать конкретные штучки. Я постараюсь откладывать все, что штемпель. Буду показывать. И какие-то интересные года. Ты смотрел, заглядывал в свою свою? Что там у тебя? Нет, у меня ничего здесь поменится. Просто резиночка была запакована. А с банка тебе уже, там, может быть, они уже перебраны, как ты думаешь, или нет? Не знаю. А ты в банке брал прямо в кассирше или какой-нибудь у тебя сотрудник это все вынес? Это главный кассир или начальница. Начальница. Ну, то есть технически, может быть, она и сама уже перебрала, может, нет. Я брал прямо в отделении, там, прям, это четенько. Пока вот есть штемпельный, вот 12-й год, но они не очень интересны, потому что они часто упадаются. То есть чаще всего там 12-й год бывает в хорошем состоянии, с остатками штемпельного блеска. То есть сейчас пока я не могу показать вам, что такое штемпельный блеск, потому что я таких монет еще не встретил. Ну, я думаю, они тут точно будут. То есть это такое состояние, когда бегает луч по монете. Ну, вокруг, вокруг монеты, бегает такой вот по полю монеты, такой вот лучик. Да, да, монета 12-го года, то есть она, гляньте, тут сейчас даже не сильно падает свет, но мы можем посмотреть, что монета сама по себе в хорошем состоянии. То есть для себе, для такой папочки можно положить. Вот, 14-й год, в принципе, 2004-й год, еще 2004-й год хороший, можно откладывать в состоянии. Вот, вообще я бы откладывал все 2004-го года, потому что они в целом тоже будут дорожать. 2005-й, вот 2005-й вроде как со штатками штемпельного блеска, но оно какое-то грязное. Ну, я бы, я тоже отложу, потому что конкретно в такой вот, в такой альбом оно положить очень классно. Ну, это так, потом выбрать, если что. Вот, вот еще до 2004-го года, видно, не видно. Ну, пока, пока в плохом состоянии. Так, ребята, ну что, прошло 10 минут, значит, нашего перебора. Есть уже прикольные находки. Конечно, это чаще всего 90-й, 2004-й года. Вот, есть 2003-й с остатками штемпельного блеска. Есть 12-й, такой не очень интересный. Много 2004-х. Попалось несколько юбилеек. Попались маки. Одна маки монетка, где я там ее делал. Вот, и сейчас у Андрея попалась очень такая прикольная монета. Это гривна. Гляньте, какой у нее формат. С непрочеканом. Непрочекан, интересно, я ее тоже взвесить. К сожалению, у меня весов с собой нет. Но довольно интересно смотрится. Сейчас посмотрю. Гурт нормальный. На гурте можно посмотреть, собственно, год ее. 2005-й. Вот, 2005-й год. И сзади тоже непрочекан. Довольно прикольно. Сейчас сакусируется камера. Смотрите, Ярослава Мудрого вообще не видно. То есть, как вы думаете, сколько такая монетка может стоить на аукционе? Сколько вы бы купили? Ну, довольно симпатично, да? Прикольный такой, не прощекан. Симпатично. Вот, поздравляем. Патерат? Да, да. Я хотел. Супер. Хотел такой, и она пришла. Так что продолжаем еще. У меня пол пакета. Вон, в Рюке, с 500 гривен. Что же пол пакета? Пол пакета гривен 250 осталось. У меня меньше тен. Продолжаем. Продолжаем работу с перебором. Вот она попалась. Кстати, евро в довольно неплохом состоянии. Конечно, их перебирали, отбирали именно когда чемпионат. У нас турнир в Харькове, тем более, проходил. В нормальном сохране. Попалась, попалась. Супер. Такое возможно, ребят. Так, как фокус попробовать. Да, 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 да. Она просто была в среде такой грязной. И бывает такое, что окисляются монеты. Как-то они хранятся. Попадает он в пожары. И каким-то образом монета появляется дополнительная или патина, или какое-то такое состояние. Вот, например, у меня только что 2004-й попалась. Тоже такая монета, видите? Она вроде как нормальная, но тоже какая-то грязная. Попадает в штемпельный 2001-й. Она тоже вроде штемпель, но грязь на ней есть. То есть, в принципе, уже минут 20 мы сидим, перебираем. Вот это вот не про чекан потрясающий попался, а самое интересное. Самое интересное, да. И какие-то вот смотрим. Кстати, вот мы обсуждали темы, что 2002-2003 в штемпеле тоже вот как-то вот я пока не встречал. То есть, 2001-й более-менее попадаются, там 2012-й. А вот 2003-й, вот, кстати, какая-то попалась. Вроде как, вроде как есть какой-то штемпель, да, но грязноват. Но все равно отложу, но не часто почему-то. Вот именно 2003-й, 2004-й год, да, 2-й. Да, первый год, ну, конечно. Вот, что еще? Какие вопросы? Ребята, кстати, пишите ваши вопросы в комментариях. Если тема, вот такой вопрос будет интересный, я прям сниму. отдельный, отдельный ролик, конкретно на, с вашим, с вашим вопросом. Видите, у меня еще целых, целых половина, половина этого, в этой пачке. Вот, 2001-я. 2003-й, да, вот тоже нормально. Чисто, на самом деле, они какой-то прям супер ценности не несут, но в составлении такого набора, в составлении подарочного набора, вы можете реально несколько наборов купить себе, собрать, если у вас с перебора фактически 1000 гривен, вы можете с перебора укомплектовать себе несколько таких наборов и кому-то подарить. Пятый год, первый год. По факту это очень прикольно и такой интересный подарочек. Вот 2002-й, гляньте, хорошее состояние. Стемпельная. Четвертый тоже вроде бы, не ближе. Вот, смотрите, довольно прикольный. Четвертый, руки грязные уже, конечно, от перебора. Но без плеча такой четвертый, это приятное состояние. То есть уже можно себе даже вот этот, шатается, в этот альбом уже можно себе четвертый показать, положить. Я отложу, потом покажу в конце ролика еще. Смотрим, сейчас еще раз попалась разновидность. 65 лет, гляньте, нормально. Ну, состояние как обычно, из-за бихода, но блестяще. Вот, смотри. 65 лет. То есть оно мне по чуть-чуть, по одной штучке дает. Из этого мешка можно что-то выловить все-таки. То есть я сейчас, Андрей, рассказываю, что вот сейчас мы переберем, перебором выбираем монеты, которые в хорошем штемпельном состоянии. Но на аукционах, например, на Виолите, на аукционе вот такой вот альбом можно купить, и там монеты лежат в обычном сохране. И вот важно обратить внимание, у тебя штемпельные монеты из роллов лежат, или вот из мешков вот такие, да, которые прямо на них супер там состояние штемпельное. Или это обычные монеты. То есть они могут отличаться по стоимости как за одну гривну монетка, да, по факту. Или как по 50 и по 60 гривен, если они в штемпельном состоянии. Или там 95, 96, там вообще 95 в штемпеле космос может стоить больше там 1500 гривен я видел продажи. Так что, конечно, себе лучше отслабить коллекцию, постараться или самому собирать, или более внимательно просить фотографии продавцов, чтобы они присылали фотки под разным углом каждой монеты. Особенно, если общий лот довольно-таки прилично стоит. У вас гривна в штемпельном блеске. Я рассказываю, что в принципе, если у вас есть выход на автоматы кофейные, или у вас есть точки какие-то свои на базаре, или возможность спросить. У меня рассказывал один знакомый, что очень хотелось ему найти английский чекан. Очень хотелось. И у него был выход на базар, на рынок, в котором он там был соучредителем, и он, скажем так, заставил всех продавцов всегда пересматривать все монеты, все сдачи именно на поиск английского чекана. Не поверите, нашли там через год ему 50 копеек английского чекана там на сдаче, реально там в мясном отделе. То есть, кто ищет, тот сюда найдет. И как бы он там им премию сказал, что выдаст. И ему просто хотелось прям не на аукционе купить себя этот английский чекан, а конкретно вот так вот поискать из оборота. И реально это можно сделать. Сейчас, конечно, насколько это прямо сейчас, какое количество объема мне очень нужно перебрать, чтобы это сделать, я даже не знаю. Но думаю, объем должен быть довольно нормальный, потому что английский чекан 50 копеек это довольно там редко попадается, его легко определить. то, конечно, 10 копеек английский чекан это вообще раритет. И космос, там сейчас цена, сколько там, 1012-15, может больше, в зависимости от состояния и от формата этого чекана, там с подшлифовкой он или нет. Короче, вот такая вот история про базар и про английский чекан. Попалось, ну есть остатки штемпельного обрезка. 1004-я, хотя так вот зеркало, в принципе, видно. Сейчас обсуждаем тему, что бывает, что не попадается ничего, я сравниваю с тем, что по факту это же перебор монет как рыбалка, да, или как коп-коп. То есть фактически вы можете поехать поискать каких-то монет, может вам попадется что-нибудь там скифская какая-нибудь бляха, да, или что-нибудь скифское золото, вот, а может ничего не попадется, но это вот ожидание, что же вам попадется, какая монетка, какая монета вам сейчас упадет в карман. Я бы съездил, на коп-коп-то не ездил. Я ни разу не ездил, честно сказать, мне бы очень хотелось, тоже мне писал несколько человек, что без проблем в Харькове, давайте организуем в Харьковской области. И хочу. Ребята, кто занимается копом, пожалуйста, пишите мне в Телеграм, давайте, ну уже сейчас, конечно, не сезон, уже сейчас холодает, уже все, но... Тут еще черта попало, много. Я у себя во дворе нашел. Много четвертого. А в что? Разбили. Ага. Ну, есть, ну и те, кто занимается, у кого не знают, какие монеты чаще всего находятся, какие пореже. Ну, это круто, круто, на даче где-нибудь во дворе что-нибудь раздобыть у себя. А ты спрался, 500 гривен ты сделал. Сейчас я скажу, сколько у меня осталось, покажу. Пока ты сделал 500, я сделал. Четвертых у меня очень много попалось, я думаю, так можно собрать какой-то мультилот, если продавать, и выставить на аукционе. У меня осталось не столько, потому что это где-то огромное 200 еще. Так, ну что, закончили перебор. Эти монетки, которые Андрей отложил, и его супернаходки, и чуть позже я покажу, что мне и какое количество с моей тысячи. Это с 500 гривен, что у нас появилось. Так, ну что ж, в первую очередь, конечно же, это офигенная находка гривна с непрочеканом. Я, честно сказать, не смотрел проходы, сколько такие могут стоить. Гурт на месте, гурт все в порядке. И аверс, реверс, непрочеканенный. Смотрите, как даже сделано. У нас реверс очень, прям, очень такой прикольный. И прям как заготовка. Смотрим, потом я напишу здесь, сколько такая может стоить. Попалась одна юбилейка из 500 гривен, всего одна юбилейка попалась. Вот. И остальные монетки просто отложить. Отложить в штемпельном блеске. Там вот, там, 2001. Посмотрите, прямо шикарная. Шикарная 2001, немытая. С остатками штемпельного блеска немножко там что-то грязненькое есть, остаток какой-то или коррозии. Но я бы советовал ее, конечно же, брать в коллекцию. Так, дальше. 2001. Ну, они вот чуть похуже. Ну, вот, есть. Я там, может, спустил оборот. Эту, вот эти точно бы я отложил бы, да. Потому что они в хорошем состоянии. Так, 2003 год. Тоже не часто попадаются в хорошем ярком штемпельном блеске. Вот, тоже бывают, бывают грязные. Но, вот, они прикольные, когда попадаются в штемпеле. Я бы, я бы их откладывал и себе в альбом вот такая ничего. Вот, ну, смотрите. В лесочи надо еще пересматривать при свете. Вот это хорошее, прям вообще супер. 2003 прям в альбом ее бери и сполоснуть водой. Конечно, когда вы будете это делать, пожалуйста, не нужно их тереть, не нужно там пасты зубной начищать, потому что оно видно будет, какая монета с остатками блеска, а на которой, а какая монета просто чищенная и мытая, таким вот образом сделанная. Тоже, не знаю, можно оставлять. Ну, то есть, в зависимости, сколько альбомов вы формируете, это тоже можно оставить. Я бы оставлял себе. Ну, вот, неплохая. Я покажу, какие мне 2002 попались. Вообще огненные просто, невероятные. Здесь прям супер кого-то я бы конкретно не выделил. Здесь все нормальные. Ты тоже в альбоме его взял бы. Так, эти полегче находить. 2012-й, они, конечно, можно и ром купить, и они часто выпадают в хорошем состоянии. В принципе, можно выбирать самостоятельно любую, которая главное, чтобы было без забоинов, без ударчиков, и технически можно найти ее и так, реально на сдачу. То есть, я бы все оставлял бы, потом выбрать любую. А теперь посмотрим, что я отложил, собственно, из монет. Мне попалась юбилейка. Значит, попались маки, целых три монетки. Есть в неплохом состоянии. Ну, не то, чтобы прям в альбом ложить, но все равно приятно. 60 лет победы у нас, да? Смотрите, вот такая монета. 65 лет победы. Попались, как видите, евро 2012 года. И 60 лет у нас освобождения от фашистских захватчиков 2004 года. Прикольно, прямо попалась полная коллекция всех разновидностей. Что я для себя откладывал, и что рекомендую вам тоже откладывать для своих коллекций, своих наборов. Это, конечно же, 2001 год в хорошем состоянии. Желательно то, чтобы был степельный блеск, чтобы лучик бегал. То есть, в принципе, они попадаются, видите, просто из перебора попадаются вот такие монеты, которые сполоснуть водой, и все. И можно класть себе в альбом, действительно, в хорошем, приятном состоянии. Есть, конечно, заботчики, ну, вот, конкретно этой монеты. Но, в целом, общее состояние монет нормальное. И для наборов вот эти 2001 просто супер. Я бы оставлял. Довольно много попадались, не буду акцентировать на количестве, сколько я их отложил. То есть, ну, 2002 год тоже не часто попадаются в хорошем состоянии прямо в штемпельном блеске. Вот я отложил, вот такие. Покажу, какие монеты конкретно я отложил, да. И какие советую вам тоже себе откладывать. Это, кстати, не очень хорошее. Вот, ничего. Это прям вообще кайфовое состояние. Так, вот 2002 гляньте, да. Просто можно себе откладывать. Они без забоев, без грязи, такие чистые и с остатками штемпельного блеска. Сейчас не знаю, насколько камера может передать. 2002 год. Да, прямо видите. Супер. По цене сложно сейчас сориентироваться, потому что предложений много. Найти довольно просто, если у вас есть целый мешок, да. Ну, главное потратить время и разбираться. 2003 почему-то поменьше. У меня получилось отложить всего три штучки. Вот, ну, тоже вот такой альбом можно себе отложить. 2003. 2004. У меня вот целая пачка. Тут получилось довольно много. Сейчас я скажу, сколько. 20 монет 2004 года, которые были в пакете из 1000 гривен. То есть, довольно такая неплохая статистика. И я думаю, здесь парочку, я помню, что было хороших, таких в хорошем состоянии, которые не супер там штемпельный блеск, но можно, можно себе куда-то их отложить. Сейчас я попробую найти, его покажу. Мне кажется, точно она была где-то. Мне кажется, это вот эту монету я заприметил, что она в хорошем, нормальном состоянии. Вот, ее можно, собственно, в коллекции положить. Вот, также 2005 года я отложил для этого, потому что было вот это прикольно. Гляньте, вот, со штемпельным блеском. Бегает лучик. 2005 года не часто такая монета видит. Можно посмотреть, типа как. Вот 2005. Вот. Тоже есть штемпельный блеск. В целом, вот такой вот перебор, вот такие замечательные монеты. Конечно, вишенка этого перебора является однозначно монета с непрочеканом. Вот так вот она выглядит. Это, конечно, кайф. Андрей, ты рад? Да, я рад. Просто то, что хотел. У тебя такой голос радостный, что ты ее купил на аукционе уже. Нет, на самом деле, вижу, Андрей радуется. Это круто, когда такая монетка попадается абсолютно с 500 гривен. Гляньте, у меня она с 1000. Попалось много всего, но браков не было. Здесь вот такой вот замечательный брак. И это кайф. Все, поздравляем. Ребята, спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк этому видео. И всем до скорой встречи. Всем пока. Пока.